здравствуйте дорогие друзья вот такая у нас получалась иконка с ученицей святого нектаре гинского мои описали вместе и я писала и отправляла ей видео уроки она со мной повторялась сегодня я захотела ее уже занести на долго лежал много этого часа и давайте вместе это сделаем у меня вот такая лифа она уже меня достаточно давно постояла поэтому она чуть гуще чем обычно я ее заливаю он заливаю и разравниваем не оставлю иконы на несколько часов так как они у меня достаточно густая мне не придется ждать слишком долго да то есть она уже такая готового готового варианта да вот здесь вот видите какой-то камушек попал испачкал фон и я ведь немножко вы растерла и это нормально если так вот потереть как раз хорошо ровно все ложится так ну что ж мы теперь здесь немножко проходим и будем оставлять через как мы обычно оливьем все то же самое в этот раз наверное не будем никаких лаков использовать вообще чем классически закрываешь иконы чем классический и они тем лучше поэтому максимально будем соблюдать технологию и уже потом если там что-то пойдет не так мы тогда будем доделывать работу икону какими-то другими там лаками и там способами каким-то более современным ну вот и все оставляем на просушку и до встречи надеюсь уже образ будет скоро куда-то определен и где-то появится икона святого нектаря гинского пока сохнет икона нектаря гинского я еще вот эту малютку прокрою я давно писала на средине но до сих пор не могла закрыть вот так закрою я не моничка вот я очень люблю образы когда младенец близко к лику симеона для меня это просто вот настолько тепла в этих кон в этих иконах что невозможно их не писать этот конечно такой синий фон не характерно то для древней русской живописи но все равно очень хотелось именно такой фон сделать здесь еще две иконы это икона ангел-хранитель я и так аккуратно покажу и мы уже отдельные будем алифтина тоже написано давно для курсов для youtube я описала но некоторые такие просто жизненные обстоятельства заставили меня быстро написать но видео будет я надеюсь что я запишу и выложу тоже на ю тубе мы посмотрим последнюю работу которая из этой череды алифини будет алифтина тоже вы знаете что у нас был курс святой троицы я вот так покажу небольшой фрагмент этого образа да как он написан самый интересный олифтина будет здесь потому что икона лежит уже несколько месяцев и она конечно сильно прожехла и личную прожехла и конечно хочется видеть ее во всей красоте это будет нас такой следующий следующая такая работа по по моим по олифтина посмотрим заодно какие краски все-таки здесь есть как все-таки образ написался как он состоялся или нет все это узнаем вот такая иконочка это только начинаем мы делать с моим учеником евгением большая вам привет здесь мы будем раскрывать образ это только подложка только только первый этап когда мы кладем первые слои это еще нет цвета это только подложки и потом уже по подложку мы будем писать уводить что-то более синий более что-то более такой живописный цвет имеет работа но такая тоже интересная я люблю преподобных кстати говоря еще не читала житие потому что очень спешила поскорее выслать не евгению видео урок но все равно мы была интересная очень интересная работа я рада что я начала этот образ вот но потихонечку знаем он сами как раз кликом поймем какой должен быть ник более строгий более молитвенный более такое созерцательный какой должен быть образ мы обязательно узнаем но вот такая пока текущая работа да такая текущая работа и я надеюсь что что вам было интересно полезен этот ролик мы еще с вами вернемся когда будем нектаре нектаре и нинского смотреть полностью вот я рассказываю сам творчестве чтобы вы тоже немножко загорелись работой с иконы чтобы у вас тоже хотелось заниматься до чтобы как-то подтягивались тоже ваши ваши души к светлому как к чему-то такому хорошему доброму вот ну и конечно же я очень хочу продолжить эту серию маленьких иконочек на ладошку который можно с собой взять в поход взять куда-то да помолиться всегда их можно легко взять с собой всегда они у нас маленькие аккуратные легко переносимые вот и обязательно будут какие-то сделаны еще образы может быть даже рискну пасху сейчас вот идет пасхальные дни хочется конечно больше и по длине и пасху почувствовать вот может быть . пасхальные появится у меня серия может уже буду думать о апостолах которым лежит туда к петровскому посту ну что ж давайте мы сейчас прервемся пускай у нас икон пропитывается я засекла время вот сейчас у нас ровно 14 58 и мы через часа два посмотрим как образ пропитался и налив или нет ну что ж давайте приступим и так дорогие друзья ну вот я еще посмотрела образ он еще недостаточно липки у нас на часах получается 17 28 и мы пока оставим образ еще на получать к через полчасика уже с ними тот и другой уже почти они готовы я хочу вам показать все образ который над которыми сейчас работаю последний на сегодня это вот такая владимирской икона божьей матери если вы посмотрите внимательно то она не просто такая интересная да у нее такое интересное завершение округлая и у нее есть створки вот такие створчики у нее есть 2 и тут два патриарха московских патриарха гермогена патриарх тихо я над ними только работать лично это для того чтобы потом можно было сложить вот так вот образ и получить прям вот складе носочком не случайно я ее сама не заказывал не заказать на и творческая работа которой я буду писать какое-то время хочу здесь сделать тоже ним красиво золото может быть здесь будут какие-то еще фигурки патриархов и святителей вот и вот этот образ он долго у меня не складывался потому что я никак не могла понять как мне написать да то есть это вот владимирская данная божья матерь который молится в тём мире да за нас на всех людях и здесь вот такие поборники веры знать что патриарх тихон сохранял веру он так на венчество и патриарх гермоген сохранил веру у нас и здесь не хочется про молитву больше про дать какой-то акцент про молитву про любовь и есть такой момент что мы всегда путаемся мы не знаем вот он до творческая работа вот казалось бы такая странная форма створки посмотрите она совершенно такая вот непонятно эта створка как я закомпоновать каких-то цветах сделать вот для этого конечно нам нужно понимать наш концепцию дома выстраиваем эту концепцию что мы хотим наши иконы сказать вот я хочу сказать что это про веру да про молитву про мне какое-то сохранение да вот православие и я поэтому убираю таких святых и мне помогает конечно чтение жития жития вообще это такой первый учебник это на лице и я помню даже что первой моей книжкой помню житиям святых были был патриарх лакео-печерской лавры где я читала про жития и мне казалось ну вот даже понятно как изображать этих святых так кто-то он там более такой серьезный кто-то более там молитвенный такой как их вместе писать и вот когда ты только начинаешь здесь вот это же не работа не закончена я ее еще пишу я еще делаю ее и буду еще скорее всего долго писать вот как выстроить эту концепцию конечно нужно читать что не жития святых читать любить святых обязательно и не вели любить то что вы читаете и мне помогает сейчас для работы с иконой очень очень помогает подкасты которые сейчас активно активно выпускает радио вера вклада на 3-4 минутки может быть совершенно небольшой рассказ о святых и и это не тяжело это не сложно послушать 3-4 минутки и ты уже знаешь послушав вот эти вот подкасты что в этот день празднуется вот этот святой на как он праздновать про что там да почему он причислен к лику святых вспоминаешь сразу в руку иконы если ты когда-то их делал там или писал и я быть с вами делюсь это очень полезный сервис который я надеюсь тоже мы будем пользоваться но вот такой план такие сейчас работы ждем еще полчасика и будем снимать алифоса первых наших законченных иконочек а уже потом посмотрим ангела и святую троицу что друзья мои видите даже солнце пришло к нам чтобы порадоваться вместе с нами окончании работы мы вот так прокладываем сейчас бумажку нам уже принципе не нужно тут какой-то супер кадр поэтому я не буду ждать пока такой такой солнечный солнечная погода идет мы все всегда рады солнце и ради тому что наконец у нас становится весна приходит и конечно это очень радостно и мы вот так вот прокладываем да слегка нашу бумагу протираем ее и убираем лишнюю алифу с другой стороны теперь прокрываем и убираем лишнюю алифу два листика мне потребуется больше наверное не нужно будет вот и это вполне я думаю будет достаточно сразу складываю конвертик аккуратно с этим потому что можно капнуть слегка на одежду и потом ничего не остирается алифа она достаточно едкая так вот это давайте листик еще раз смотрите смочим и сразу посмотрим есть ли вообще хоть какое-то какой-то отпечаток видите отпечатка почти нет значит алифа мы всю полностью сняли ну и теперь давайте вот эту маленькую кончику тоже доснимем чтобы она у нас тоже уже посохла эти тоже практически лист пустой практически нет какого-то просто протираем протираем ладошкой нашу икону и оставляем на дальнейшую просушку и эту икону точно так же если что-то налипло я а у меня здесь налипло у меня фон очень нежный здесь очень светлый и он действительно у меня немножко пострадал какие-то пришли сюда точечки что-то какие-то махрушки то я прям вот так вот протираю смотрите палец как у меня идет я прям протираю все 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 что мне не нравится прям стираю пальцы тогда когда еще алифа свежий это прям легко исправить легко и сделать не бросайте доделайте до того момента когда у вас вот этих махрушек всем просто на доске не будет пока алифа жива это легко исправить легко сделать если же у вас ничего уже не отваливается да не отходит то после просушки мы берем смачиваем палец водой и протираем уже с водой должны махрушечки все вот эти вся пыль который могла бы вообще налипнуть на изображение все уйти ну вот наверное и все пока мы здесь оставляем на просушку а завтра же будем рис не бояться наши нашим итогам благодарю за просмотр